Их служба и опасна и трудна. Сотрудники МВД днем и ночью охраняют покой граждан и даже в свой профессиональный праздник. 10 ноября многие из них будут на работе. В преддверии этого дня расскажем о работе полицейских. Дмитрий Мавдрик продолжит тему. В полиции немало подразделений и все они важны. Кому-то может показаться, что участковые уполномоченные делают не так много. Но это только на первый взгляд. Не секрет, что основная деятельность это решение семейных конфликтов и проверка, стоящих на учете по разным поводам. По факту нанесения телесных повреждений гражданки Очиповской, вашей сожительницы. Вы, кстати, сейчас как? Сожительствуете? Да, на работе. Ну, она должна уже. По-прежнему живете вместе? Да. И такие проверки приносят свои плоды. В следующий раз, прежде чем буйствовать, граждане задумываются о последствиях. Кроме того, проверка те, кто находится на административном надзоре. Все это входит в рабочие будни участкового. Нужно напоминать о том, что ни в коем случае нельзя нарушать установленные судом ограничения. Да нет. В целом же к участковым в нашем городе отношение хорошее. Для большинства числа жителей это первый, кто придет на помощь словом и делом. Так у Геннадия были случаи, когда приходилось мыслить нестандартно, чтобы помочь гражданке, попавшей в непростую историю. Как-то обратилась девушка, которая захлопнула дверь, а в квартире остался ребенок малолетний. Не знали, как помочь. Конечно, не придумали ничего больше, как забраться в окно на второй этаж, подогнав машину, забравшись на крышу, то есть подтянувшись. Ну, по крайней мере, женщина осталась довольна. Ребенок цел, здоров и невредим. Это не единственный случай. Геннадий настоящий полицейский, готовый прийти на помощь, как и все участковые нашего города. Найти своего участкового можно на сайте управления МВД России по Ямал-Нинскому второму округу. Введя полный адрес проживания, автоматически выдаст имя и контакты. Дмитрий Мавдрик, Сергей Антропов, программа «Время местное». Дмитрий Мавдрик, Сергей Антропов, программа «Время местное».